Добрый день! Сегодня мы поговорим о Второй мировой войне в политике памяти. Прежде всего, что такое политика памяти и что такое историческая память? Историческая память — это совокупность всех знаний и представлений общества о своем прошлом. Причем эти знания могут быть как научными, так и квазинаучными, и даже такими мифическими представлениями. Как функционирует историческая память? Историческая память функционирует на двух уровнях. Это на государственном уровне, через систему образования, как правило, школьную систему образования, учебник, через официальные праздники и через так называемые коммеморативные практики. То есть определенные ритуалы связаны с отмечанием, празднованием праздника. Если говорить о Второй мировой войне, то это военные парады, возложение цветов к вечному огню. Ну, в общем, вот такие вот ритуалы, которые очень широко культивируются в обществе. Также историческая память функционирует на частном, таком семейном уровне. Это память та, которая передается в семейных рассказах от бабушек, там, внукам. И вот эта вот семейная память, она не всегда совпадает с государственной памятью. То есть она может даже находиться к ней в оппозиции. Опять-таки, если говорить о истории Второй мировой войны, то эта память, допустим, может входить в конфликт с той памятью, которая предложена на уровне государства. Если ваша бабушка имела опыт работы в Германии как астробайтер, то она может вам рассказать несколько иную историю того, что представляла собой нацистская Германия. Также люди, которые имели опыт оккупации, они также имели несколько иное представление, и как военно-пленные. Это все шло несколько вразрез с государственной памятью. Почему вторая тема Второй мировой войны настолько важна для нас, и почему так много вокруг этого дискуссий? Дело в том, что все мы живем в мире, который создался вследствие Второй мировой войны. Тот современный международный порядок, границы, они все установились после Второй мировой войны. Современные границы Украины также возникли в ходе Второй мировой войны. За исключением присоединения Крыма, который был присоединен в 1954 году. Однако опосредованно это тоже результат Второй мировой войны. Вследствие нацистской оккупации, а также политики депортации крымско-татарского народа, произошла депопуляция Крыма, упадок экономики. Это и стало причинами того, что Крым был присоединен к Украине, чтобы поднять экономику полуострова. Если же говорить о наследии Второй мировой войны для Украины, то оно очень разное. Украина в ходе Второй мировой войны выступала в разных ролях, в разных ипостазиях. Это и страна сопротивления двум тоталитарным режимам. Имеется в виду нацистский и, собственно говоря, сталинский тоталитарный режим. В данном случае речь идет о украинской повстанческой армии и организации украинских националистов. Это страна, так называемый, коллаборант. Это был очень популярный миф во время советского периода. Собственно говоря, украинские националисты исключительно представлялись как коллаборационисты и пособники нацистов. Это также страна, победительница и соучредительница организации объединенных наций. Украина в ходе Второй мировой войны проиграла снова свою войну за независимость. Украинской повстанческой армии не удалось отстоять независимость Украины. И, собственно говоря, вот такое вот очень разное наследие создает очень большой конфликтный потенциал темы Второй мировой войны в обществе. Более того, если говорить об опыте оккупации, то во время немецкой оккупации Украина была разделена на четыре зоны. И также люди в этих зонах оккупации имели абсолютно разный опыт. Допустим, для Западной Украины война началась 1 сентября 1939 года. В то время как на Донбасс нацисты пришли гораздо позже. И освобождение Донбасса также было раньше. То есть абсолютно вот такая вот совершенно разная конфликтная память. Если говорить о траектории памяти Второй мировой войны в современной Украине, то ее можно характеризовать при помощи трех А. Это амнезия, амбивалентность и активизация. Эту формулу придумал украинский историк Ярослав Грицак. Суть этой формулы состоит в том, что вот амнезия это был доминирующий момент во время советского периода. Суть политики амнезии состоит в том, что из истории выхолощивались и убирали все темы, которые так или иначе шли в разрез с официальной государственной доктриной Великой Отечественной войны. Речь идет в частности об украинской повстанческой армии. Великая Отечественная война подавалась исключительно в виде такого подвига советского народа. Все нероссийские, скажем так, несоветские национальные движения, они клеймились как коллаборационисты и подавались именно в таком духе. Более того, советская пропаганда, она абсолютно не хотела выделять какую-то там этническую группу. Тема Голокоста также очень долгое время была табу в Советском Союзе. Почему? Потому что идеологема была такая, что жертвами нацистской оккупации являются мирные советские граждане. И вот как бы евреев из этого контекста абсолютно не выделяли. Мы знаем, что Баби Мьеру есть большой памятник, советский памятник жертвам нацистской оккупации. Он был построен в 1976 году. А, собственно говоря, памятник Голокосту непосредственно расстрелом Баби Мьеру евреев, он появился только уже в период независимой Украины 29 сентября 1991 года. Процесс национализации истории, он начался, так сказать, при президенте Кучме. Ну что есть национализация? Это, собственно говоря, осмысление когда-то общей для всех союзных республик истории. Описывание этой истории в национальных категориях. Значит, постепенно в историческую реальность возвращались те особые лидеры, которые были связаны так или иначе с независимыми автономистскими тенденциями украинского народа. Это Симон Петлюра, это, соответственно, и Степан Бандера. Ну, если говорить о более раннем периоде, то это Гетман Мазепа. Следующий период – это период правления Леонида Кучмы. Этот период – это период так называемой амбивалентности. Дело в том, что помимо истории Второй мировой войны, такой вот советской, которую мы знали, в политике памяти постепенно появляется история украинской повстанческой армии. В 1997 году к Кучме официально обратились представители воинских организаций, ветеранских организаций украинской повстанческой армии с просьбой признать украинскую повстанческую армию воюющей стороной во Второй мировой войне. Кучма, он был известен своей такой политикой многовекторности, и он всегда предпочитал балансировать, не делать резких движений. По его указу была создана правительственная комиссия, которая должна была дать всестороннюю оценку деятельности УПА. Эта комиссия была создана при Кабинете министров, и в рамках этой комиссии была создана рабочая группа историков, которые должны были сделать исторический вывод о деятельности УПА. Этот исторический вывод действительно был сделан. В 2005 году вышла экспертная оценка деятельности УПА, как короткий, так и большой вариант. С ней можно ознакомиться на сайте Института истории. Вот, собственно говоря, Кучма так всегда балансировал. Из таких позитивов того, что было при Кучме в его политике памяти, можно отметить украинско-польский диалог. В 2003 году, к 60-летию Волынской трагедии, было проведено много разных научных конференций, разных украинско-польских встреч, которые активизировали украинско-польский диалог примирения. Это был такой, скажем, абсолютный плюс политики памяти Кучмы, который старался, чтобы на государственном уровне в политике памяти не было конфликта. При правлении президента Ющенко начинается период активизации политики памяти Украине. И мы, собственно говоря, пребываем в этом периоде активизации до сих пор. Ющенко очень активно занимался политикой памяти. Центральными темами его политики была тема Голодомора и, конечно же, тема украинской повстанческой армии. Если продвижение Голодомора шло довольно успешно, то идея Ющенко посадить за один стол советских ветеранов Второй мировой войны украинской повстанческой армии не увенчалась успехом. Более того, эта тема очень активно политизировалась и в результате эта тема раскалывала общество. В 2006 году Ющенко даже создал институт национальной памяти, который должен был заниматься политикой памяти. То есть была такая очень серьезная государственная политика памяти. И уже ближе к концу своего президентства звание Героя Украины посмертно было присвоено Степану Бандере и Роману Шухевичу. То есть это два таких выдающихся деятеля украинского освободительного движения. Политика Виктора Януковича и его команда строилась, собственно говоря, на том, чтобы пересмотреть все наработки его предшественников. Главными промоутерами его политики выступал министр образования Дмитрий Табачник и народный депутат Вадим Колесниченко. Ну, собственно говоря, если Табачник выступал, занимался этой политикой по ходу своей должности, то Вадим Колесниченко больше занимался такими, скажем, гражданскими инициативами. Он инициировал разные антифашистские движения, разные антифашистские акции, ну и активно продвигал вот ту советскую историю Второй мировой войны, которая, собственно говоря, всегда как бы присутствовала в нашей политике памяти. Такая вот активная политика, которая шла в фарватере, собственно говоря, российской политики. Дело в том, что где-то в начале 2000-х Россия активно начинает инкорпорировать вот это старое советское наследие. А поскольку центральной темой политики памяти в Советском Союзе была Вторая мировая война, то именно вот эта история Второй мировой войны становится центральной и для России. И в этой истории вот как раз украинская повстанческая армия всегда была представлена так очень идиозно и очень конфликтно. И поскольку вот политика Януковича, она шла больше так в фарватере российской политики, то это опять-таки создавало некоторый конфликт в обществе, конфликтогенность. Ну мы знаем, что правление Виктора Януковича закончилось революцией достоинства. И, собственно говоря, Евромайдан тоже имел свою политику памяти. Эту политику памяти можно назвать ленинопадом. Первый Ленин упал 8 декабря 2013 года на Бессарабской площади. А, собственно говоря, в процессе ленинопада всего в Украине только в первой половине 2014 года было свергнуто где-то более полутысячи памятников Ленина. То есть это был такой активный низовой процесс. Общество взяло инициативу на себя и начало проводить свою политику памяти. Правление президента Порошенко было связано с тем, чтобы снова-таки выйти из конфликта памяти, в который завела политика активизации. В своей инаугурационной речи он заявил о том, что все регионы Украины будут иметь свои герои, свою политику памяти, которую бы они хотели, а государство будет абсолютно над процессом и не будет в это вмешиваться. Ну это такой идеальный вариант, который, к сожалению, в Украине не осуществим, поскольку на нашем информационном поле очень сильно играет Российская Федерация, у которой есть своя политика памяти, свое видение того, какой должна быть политика памяти о Второй мировой войне. И так или иначе, как бы этот конфликтный потенциал никуда не делся. В результате, что мы имеем? Такая вот идея Порошенко, чтобы государство не вмешивалось в политику памяти, провалилась. И провалилась она, собственно говоря, уже летом 2014 года. 24 августа 2014 года в Донецке случился такой вот абсолютно, надо сказать, шоковая такая акция. Это парад украинских военнопленных. Дело в том, что эта акция, она имеет такие очень прямые экстраполяции к параду побежденных, который состоялся в Москве 17 июля 1944 года. То есть, собственно говоря, вот этот конфликтный потенциал политики памяти Второй мировой войны из такого, скажем, словесной перепалки, из такого публичного обсуждения перешел в практическую плоскость. И стало абсолютно очевидно, что хочет Украина или нет, ну, на государственном уровне она абсолютно не может проводить нейтральную политику памяти в отношении такой темы, как Вторая мировая война. Собственно говоря, уже в 2015 году были приняты законы декоммунизации, которые стали продолжением вот этой низовой народной инициативы Евромайдана. Было принято 4 закона, но главный из них это запрет на коммунистическую и нацистскую символику. Собственно говоря, выставлялся знак равенства. И Украина выходит на совершенно новое понимание Второй мировой войны и того, что она собой представляет. Наверное, таким абсолютным плюсом и позитивом именно политики декоммунизации, тех всех перипетий, которые происходили в процессе активизации памяти о Второй мировой войне, можно сказать, было 9 мая 2015 года, когда произошло историческое рукопожатие советского ветерана Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, как это называлось в Советском Союзе, и, собственно говоря, войны украинской повстанческой армии. Украина выходит на совершенно новое понимание, что такое для нее Вторая мировая война. Главная идея состоит в том, что украинцы это была разделенная нация, фактически нация, которая не имела своего государства. Так или иначе, украинцы воевали в армиях разных государств. Для Украины опыт Второй мировой войны, он абсолютно разный и неоднозначный. То есть это идея как бы разделенной нации. Ну и новым символом для Украины становится символ красного мака, а новым таким лозунгом становится «никогда снова». Главная идея состоит в том, что война — это ужас, и она больше никогда не должна повториться. Редактор субтитров А.Семкин